Старшие представители Академии Российского Телевидения, они-то как раз совсем не готовы отвечать на вопросы, которые сегодня волнуют нас с вами. Молодую медийную реальность нового поколения. Например, тоже мультиплатформенное смотрение. Боже мой, что это такое? Да какое там мультиплатформенное смотрение? О каком мультиплатформенном смотрении можно было говорить в эпоху линейного ТВ? Когда вот есть канал, вот он идет, вот мы все его смотрим, вот мы меряем рейтинги. Классно. Да, наши коллеги старшие, они воспитаны в той реальности. Аналоговые, потом переход на цифру, но тем не менее. И сейчас, когда вдруг стало понятно, что... Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть смартфон? Вот вам и ответ на вопрос. Вот и у меня есть. Скажите, пожалуйста, кто смотрит по смартфону видео? Кто для этого использует интернет-трафик? Не жалея бабла. Я смотрю, таких меньше. Кстати, какой тут пароль на Wi-Fi? Спасибо. А-е-е! Классно! Вот заодно и посмотрим, как у вас хорошо работает бесплатный Wi-Fi. Поэтому мы понимаем сейчас, на каком языке мы с вами говорим. И очень хорошо понимаем, что сейчас, в той самой реальности, когда здесь, в сию секунду, я хочу смотреть то, что мне нравится. И это, то, что мне нравится, должно быть самого крутого качества. Возможно, это самое. Не должно быть длинным, таким, как в старые времена, когда уж снял, так снял. Просто вот на таком маленьком устройстве очень сложно сконцентрировать внимание надолго, если только это не сериал «Физрук». Но, тем не менее, мы другие. У каждого здесь присутствующего есть аккаунты в социальных медиа. Кстати, давайте такой тоже небольшой опросец. Кто зарегистрирован на Фейсбуке? Такие три руки. Ничего себе, нормально, молодцы. Да, аккаунт в Одноклассниках. Нет таких, таких нет. Нет, ну нет, есть, видимо, чтобы с мамой переписываться. Отлично, можно, да. Моя мама, кстати, нигде не сидит, поэтому мне классно. Она меня не палит. И даже не знает, что такое геотек. Есть ли здесь люди, у которых есть Твиттер? А, кстати, вот-вот-вот. Тут мы недавно получили исследования, из которых стало понятно, что Твиттер упал. Ну, в смысле, падает. В России это вообще такое странное соушал-мидиа. Раньше было очень круто. Помните, у всех был Твиттер, все там что-то твитили. Тина Канделаки переписывалась с Дмитрием Медведевым. Все такие с ума сходили. Вау. А сейчас, ну че, ну сказал мысль, ну поставил хэштег. Мы на MTV используем Твиттер только если у нас есть какое-то международное голосование на премии, например, Europe Music Awards. Голосуем за лучших исполнителей. Вот там Твиттер, потому что это интернациональное средство. В России. А в России есть ВКонтакте. У кого аккаунт ВКонтакте? Ха-ха-ха! Отлично! Там, кстати, поменялся парень по продвижению, пиар-директор. Такой амбициозный молодой человек. Молодой. Ему что-то типа 21 год. И теперь аккаунт ВКонтакте есть даже у Рамзана Кадырова. Поэтому, друзья, мы в правильной компании. Это хорошо. Так, что вы... А, Инстаграм. Классный Инстаграм, да? Инстаграм – это круто. Тем более тем, кто помешан на визуальном. Без Инстаграма, наверное, и жизнь не жизнь. Правда, вот эта тема. Себяшка с губками. Я забыла селфи-палку. У меня трагедия. У кого есть селфи-палку? У вас есть? Точно? А молодой человек рядом с вами почему-то не так уверен. Хотя вы пнули его под локоть. Короче говоря, друзья мои, давайте я немножко познакомлю вас с... Понятно, что мы на одной волне. Но есть... Вот представляете себе, вот ту самую реальность, о которой мы говорим. Переход от линейного вещания, когда вот садился серьезный генеральный директор канала. Выстраивал сетку программную, мерил рейтинги, потому что он же продает рекламу. Ему надо понимать, какой контент работает, какой контент не работает. Потому что рекламодатель со своей стороны, он тоже хочет размещаться только в том контенте, который интересен зрителю. Вот это вот старинная схема. Кстати, вы заметили, что все эфирные каналы с какого-то момента стали задумываться о том, как они представлены в диджитал. У каждого большого канала появился веб-ресурс. У кого-то он развит лучше, как, например, у Первого канала, что мне приятно сознавать. У кого-то он выполняет совершенно вспомогательную функцию туда, там, дай бог, что-то выложит. Коллеги некоторые недооценивают силу диджитала. А те, кто понимает, насколько цифровая активность даже какого-то большого увещательного монстра может помочь в продвижении контента в эфире, а ведь может, потому что вот таких цифр, как на втором сезоне «Голоса», по телесмотрению, чисто телевизионных, не было никогда и вообще ни у кого, ни у одного телевизионного проекта. А все почему? Потому что в первом сезоне не очень сильно использовали соцсети, а во втором сезоне резали кусочки и выкладывали их на все возможные аккаунты, чтобы оставить некий шлейф после прямого эфира. И люди еще неделю обсуждали, обсуждали, что там происходило, и таким образом прикреплялись автоматически к следующему эфиру. И получилось так, что у «Голоса» получилось забрать аудиторию даже ту, которая не была лояльна телевидению. А, в общем, она-то здесь и присутствует, по большому счету. Мы же не смотрим телек, это же модная тема. Я не смотрю телевизор. Ха-ха-ха-ха. Теперь мы все-таки усматриваем в этом некоторую долю кокетства. Когда вдруг телевизионщики поняли, что, боже ты мой, мы теряем аудиторию. Где она? Да вот же она в интернете. А как ее оттуда вынуть? Надо рассказать ей аудитории в интернете. Причем у каждого социального медиа есть свой язык донесения информации до своего потребителя. Понятно, что там в Твите ты весь смысл-то не уместишь происходящего. Значит, делай так, tailor-made, так называемый подход под каждое социальное медиа, чтобы зацепить аудиторию оттуда. Вот так мы теперь боремся за своего зрителя. Хотела немножко рассказать о месте, в котором я работаю. Наверное, те, кто постарше, помнят, что когда-то телеканал MTV Россия, запустившись давно, в 98-м году, у нас была частота эфирная, что нетипично для MTV вообще нигде в мире, потому что MTV везде – это спутниковый кабельный канал. Мы были ого-гошеньки гуго. У нас работал Воля Шелест, Антон Камолов, программа «Бодрое утро», где они там гнали все, что хотели вообще. Программа «12 злобных зрителей», которую вела лично я. Причем, когда я посмотрела позавчера, тут чисто поржать на какую-то свою фотку того периода, я такая, ну, господи, как хорошо, что я тоже тогда не смотрела телевизор, мамочка моя. Но ничего, зато люди говорили, что думали, били друг друга подушками в случае отсутствия аргументов, и у нас не было никаких этих прекрасных вещательных ограничений «12 плюс» или там «контент 16 плюс». С другой стороны, я не ропщу, мне нравятся наши вещательные реалии, потому что, кстати, этот закон о так называемый, мы все время его переводим на английский как «Child Protection Law», закон о защите прав детей от информации, которая может нанести им вред, он очень… Сейчас, кстати, наши зарубежные коллеги перенимают этот опыт в том плане, что насилие, например, вот пришел клип Басты, «Печалька, беда», отличный клип Басты и Татьи, «Хочу к тебе» называется. Клип клевый, все отлично, песня супер. В конце Басты стреляет в Татьи, пистолет, дышь в Татьи, умирает, все, сразу «18 плюс». «18 плюс» – это значит, что мы можем это показывать только после 23.00. Ну и что? А в интернете зритель, он может его в любой момент скачать. И вот что? Вот и как мне, как человеку, который программирует канал, быть в этой ситуации. Поэтому, если вы идете работать на большой эфирный канал, или, например, на спутниковый канал, или кабельный канал, вы прекрасно понимаете, с кем вам приходится конкурировать. Вам приходится конкурировать буквально с самими же собой. С каждым из здесь сидящих, у кого есть свой аккаунт в соушал-мидиа, у кого есть популярный аккаунт, например, есть же люди-блогеры популярные, и они уже в последнее время ведут себя как настоящие большие издания, и даже понтове, они даже берут деньги иногда за свои публикации, страшно сказать. Продают рекламу у себя на ресурсах. Мир меняется, мир сходит с ума с точки зрения телевизионщика аналоговой формации. Поэтому вам, входя в этот мир, создавая контент, приходится бороться с каждым вот таким вот блогером. Или просто с девчонкой, у которой миллион фолловеров, у которой тупо может фильтр правильно использовать, чтобы вот там это все было красиво, чтобы целлюлита было не видно. Вот с ней тоже бороться приходится. Ужас. Называется эта презентация TV Smart, где Smart это аббревиатура, которую мы потихонечку будем расшифровывать. Это исследование посвящено, причем оно производилось, MTV вещает сегодня в 170 странах мира. Страшно представить себе. Причем стран в мире становится порой все больше. А MTV вот вещает в 170 странах на данный момент. Учитывая, что это спутниковый и кабельный канал, это означает, что приходя в страну, MTV договаривается с местными операторами. Ну, например, операторы в Российской Федерации, НТВ+, можно считать оператором вещания, это спутниковый оператор. А Када Телеком, это кабельный оператор, один из старейших на рынке. Триколор, ну они вообще молодцы. Собственно, тоже прекрасный пример вхождения на рынок в качестве спутникового оператора. И продавца приставок, то есть там смешанная бизнес-модель, но тем не менее, один из самых операторов с самым хорошим покрытием на территории Российской Федерации. Если вы даже в глухую деревню приедете, непременно на саморазваленной избушке там будет висеть ржавая тарелка триколора. Поэтому, кто в триколоре есть, тот молодец. Ну, иными словами, а у кого-то меньше операторов, например, у наших коллег из Великобритании, крупных игрока на рынке всего три. А у нас их 800. Поэтому у нас немножко чуть-чуть, ну я так, roughly, после кризиса, конечно, ситуация изменилась. Но тем не менее, заходя, мы начинаем продвигаться в спутниковых и кабельных сетях, договариваясь с операторами о том, что мы встаем к ним в сеть. Поэтому в 170 странах, включая Российскую Федерацию, компания Viacom, которая относится к MTV, провела исследование о том, как сегодня молодежь, ну вот приблизительно так вот сегодня молодежь, что вы там, нажмите на play, а, это уже рек пошел, да? А это стремится куда-то, да? А чего? Можно было бы и стремиться, смотрите на эти свежие молодые лица. Аудитория, в принципе, выспалась. Время такое вполне себе нормальное, бодрячком. Ну что, эволюция телевидения мы все приблизительно представляем, особенно те, кто учился на медийных факультетах, как это происходило с XX века в XXI. Причем, если мы возьмем плотность технических инноваций, то, как бы, наверное, не применул здесь упомянуть Кирилл Викторович Наботов, в принципе, технологии, по большому счету, меняются от Олимпиады к Олимпиаде. Ну вот как-то так. Вещательные технологии в особенности. И иногда очень резко отличается качество картинки. За четыре года очень многое меняется. Но надо отметить, что, конечно, Сочинскую Олимпиаду показывали по последнему слову техники. Это было, конечно, круто. Это наш с вами общий прорыв. И просто еще один повод гордиться своей стороной. Так что с этим я вас поздравляю. Но в данном случае речь о привычках телесмотрения. О том, как технологии изменили наш способ потребления контента сегодня. К вопросу о том, умерло ли телевидение. В частности, эта презентация отвечает и на этот вопрос. Поскольку, как вы помните, наверное, фильм «Москва слезам не верит». Там как раз загон был такой, что вот скоро и театр умрет, и кино, и газеты, все умрет. Останется одно сплошное телевидение. Сидел там на полном серьезе оператор в телецентре Останкино. А тогда было круто работать оператором в телецентре Останкино. И вот он говорил это. Но, как мы поняли, потом уже, прожив более чем 30 лет с того момента, театр никуда не делся. Более того, он даже прекрасно развивается. А театральная Москва, я вас всех приглашаю, у нас все очень здорово. Судя по тому, что я читаю в прессе и в регионах тоже с театральной жизнью все в порядке. Театр не умер. Газеты, уж мы их хороним уже который год. Мол, они деревья переводят зря. Мол, хватит уже изводить бумагу, если то же самое можно в диджитал. Совершенно спокойно, не испортив зеленое насаждение, напечатать. Ничего подобного. Оказывается, есть у людей в генетике, содержащих гутенберговское начало. Вот этот вот запах, помацать еще же надо. И еще же вот это вот пропечатано. Это вот, если слиплись. Но это плохая типография. В последнее время так печатают, что вроде не слипается. А раньше, помните, еще нужно было ножом некоторое разрезать. Вот эти вот привычки из прошлого, вот этот весь олдскульчик милый. Да, иногда еще сейчас видишь там в музее, приходя куда-нибудь там. Вот это письменные принадлежности Павла Первого. Зачем нож? Что ты резал? Бумагу резал, что он резал? Поэтому, друзья, все это меняется. Это медийное потребление, медийные привычки. Как они выглядят в 21 веке? Так вот, хоронили телевидение простое, вот это самое линейное. Хоронили, хоронили. А оно что-то не умирает и не умирает. Why? Потому что because. И сейчас мы будем понимать, почему так произошло. Собственно, это параметры исследования. 27 тысяч зрителей было опрошено в общей сложности. Соответственно, мы вещаем, если говорить о общем количестве домохозяйств, это 100, нет, стоп-стоп-стоп, 574 миллиона домохозяйств по всему миру. Это очень много. Домохозяйство – это такой знак, который предполагает, что помимо одного человека там живет еще несколько. Соответственно, это просто точка, где принимается телевидение. Ну и этнографически очень разнообразной была сделана выборка. Так вот, в результате этого исследования выяснилось. Исследование, как вы поняли, качественное. То есть, замер сам по себе здесь не так важен, а важно то, что люди отвечают, и как эта информация была обработана впоследствии, и какие выводы из нее были сделаны. Люди по-прежнему любят телевидение. Да, это так. Причем, они обсуждают телевизионный контент. Они обсуждают те шоу, которые идут. Например, ну там, не знаю, был период, когда во всех странах шла фабрика звезд. Вот она шла, куда бы ты ни приехал, там была своя фабрика со своими фабрикантами. И ты такой говоришь, а у нас тоже есть фабрика. Они такие, да ладно, вы че? А ты говоришь, да еще какая там, вон. Виктория Алла Пугачева ей руководит там. Такие, опаньки, а кто такая Алла Пугачева? О, а вот идите прогуглите. Таким образом осуществлялась интернациональная коммуникация. Люди действительно смотрят телевизор. Сейчас общий мировой формат – это голос. Посмотрите заявки на Евровидение. У нас там только Полина Гагарина, по-моему, одна с фабрики, а все остальные голосовые преимущественно. Или просто артисты, выбранные в результате национальных отборов. Главное. Вы знаете, наверное, как медийщики, такой показатель, как АТС. Кто-нибудь знает, как это расшифровывается? Ну, стоп, секундочку. Кто знаком с системой измерения рейтингов? ТНС, да. Но это, собственно, не система, это компания, которая меряет. Одна из самых успешных на мировом рынке. Есть еще, например, Нильсон. Такая компания. Она, например, очень популярна в Штатах и в Соединенном Королевстве. Надо сказать, спросите любого телевизионного начальника, он вам скажет, что он недоволен своим замерщиком. Потому что, как кажется телевизионным начальникам, слону не докладывают еды, тигру не докладывают мясо, нас не домеряют. Это нормально. Никто до конца не доверяет методикам, потому что они же не могут замерить все. Там же есть методика так называемой репрезентативной выборки, когда people-метры ставятся в определенные квартиры и города 100+. Короче говоря, можно придраться. Поэтому некоторые каналы меряют сами себя и верят этим цифрам больше. Но в чем прелесть замерщика? В том, что ему верит рекламодатель. И когда ты говоришь, а вон у меня по ТНС вот так, рекламодателю ТНС понятен. Был тут в конце прошлого года, как вы помните, даже некая попытка создать нового измерителя и объявить тендер, сделать какого-то глобального федерального измерителя. Но в результате, в общем, воссыны не там. Потому что это сложно мерить телесмотрение, даже несмотря на то, что все довольно понятно. Так вот, к чему я заговорила про замеры. Замеры, они базируются на определенных показателях. Рейтинг, собственно, доля. Все это вы прекрасно без меня знаете. Но что такое ATS? Average Time Spent. Расшифровывается. Это АТС-ка, как мы ее все жаргонно называем. Это важный показатель, который говорит о времени, среднем времени, проведенном телезрителем за смотрением канала. Понятное дело, что чем вот эта АТС-ка больше, тем лояльнее зритель к каналу, тем интереснее тот контент, который канал дистрибутирует, показывает. Соответственно, рекламодатель заинтересован в канале, они иногда смотрят даже не на рейтинг и не на долю, а вот на эту самую АТС-ку, у кого она больше, соответственно, у тех людей больше шансов привлечь к себе рекламные деньги. Но правда, как вы знаете, с прошлого года у нас законодательство изменилось, и, например, спутниковые кабельные каналы, у которых меньше 75% российского контента, они не могут продавать рекламу у себя и не могут зарабатывать на этом, что, в общем, немножко поменяло телевизионный ландшафт в нашей стране. Но эфирные каналы по-прежнему очень сильно зависят от показателей вот этого самого АТС. Так вот, эта самая АТС-ка, это данные за 14-й, нет, за 13-й, sorry, год, как раз когда все, просто вы понимаете, да, что когда исследователи накапливают данные, им нужно время на то, чтобы их обработать. Поэтому эта презентация вышла в конце прошлого года, базируясь на данных 13-го. Так вот, этот самый average time spent вырос на минуту по всему миру, когда все кругом орут, что мы не смотрим телевизор. Ага, есть такое выражение guilty pleasure. Все говорят, а я не смотрю Дом-2. Ну, чтобы казаться умней. Ну, они же там тупые, вообще тупые. Ну, возможно, но почему-то цифры-то есть. Кто-то тогда его смотрит, если не вы. А, или значит, просто вы не признаетесь, что смотрите. Или, как сказал писатель Веллер, уважаемый мной глубоко, когда мы вместе сдавали пробный ЕГЭ по литературе тут месяц назад. Кстати, я набрала 10 из 10. Так, конечно, ни на что не намекаю. Так вот, писатель Веллер. А, я такая думаю, сейчас зажгу. Пошла в народ, как люблю. И давай опрос сделать. Говорю, а что вы читаете-то? А все такие, ну, я имею в виду школьники, которым в этом году писать ЕГЭ по литературе. Наш год литературы. Так вот, они все такие. Я люблю Чехова, люблю. Молодец, Вася. Я, говорит, люблю Достоевского, говорит, следующая там, предположим, Зина. Молодец, Зина. А я люблю Толстого, говорит следующий человек. Я говорю, круто, круто, какие все умные. И тут такой Веллер говорит, ага, ну да. Есть такие, говорит, дамочки в метро. Она, говорит, суперобложечку от Достоевского надела, а там 50 оттенков серого. Поэтому, друзья мои, в любом случае, к чему я это говорю? Люди говорят, что не смотрят телевизор, но они лукавят, потому что они его смотрят. И вот это цифры.